Гор – бог Сокол, который был помощником Ра и символизировал власть фараона на протяжении большей части египетской истории. Отомстив за смерть своего отца Осириса, он унаследовал право править землей Египта и стал одним из самых важных богов в египетском пантеоне. В этой статье описаны мифы и интересные факты об этом любопытном египетском боге. Гор – бог Сокол. Гор – один из самых ранних известных египетских богов. Есть упоминание об этом боге, восходящее к началу египетской истории, и он изображен на самой старой из известных существующих культовых статуй. Самая распространенная форма, в которой гор появляется в иконографии, это Сокол. Иногда, особенно начиная со Среднего Царства, окей, 1975-1640 год до н.э., гора изображают в виде крылатого солнечного диска, представляющего гора из Дехдета, города в Дельте-Нила и важного культового центра бога Сокола. Это один из самых распространенных образов в египетской религиозной архитектуре, тысячи примеров которого находятся в музеях и памятниках. Согласно египетской мифологии, Гор был сыном Исиды и Осириса, богиней любви и бога мертвых соответственно. Он был непосредственно связан с египетским царством с самых ранних времен, когда его изображение появилось в некоторых прямоугольных устройствах, известных как серехи. Серехи были эмблемами самых ранних фараонов и изображали бога Сокола, сидящего на фасаде дворцовой ограды. Это подразумевало прямую связь между Гором и царями, и действительно, имя Гора было одним из многих титулов царя. Помимо того, что царь носил имя Гора, его обычно изображали в форме Сокола, парящего над его головой. Соперничество Гора и Есета Но как Гор стал символом царской власти? Начиная с первой династии, Окей, 29-25, 27-75 гг. Дайн-э, Гор представлялся вечным антагонистом другого могущественного бога, Сета. Баланс между ними привел к гармонии Верхнего и Нижнего Египта, но только один из них мог представлять фараона. В очень известном мифе «Спор Гора и Сета» говорится, что группа из девяти богов, Инеада, была собрана после смерти Осириса, чтобы обсудить, какой бог унаследует его царство. Осириса. Наиболее вероятными оказались два имени – Гор и Сет. Первый был прямым потомком Осириса, но был еще молод и не подготовлен. Последний, брат Осириса, был гораздо более зрелым, но он же и убил Осириса. Было решено, что два бога устроят соревнования, и победитель получит царство Осириса. Форму соревнования оставили на усмотрение участников, каждый из них придумал ряд состязаний, в которых, по их мнению, у них было преимущество перед противником. Например, Сет, которого обычно ассоциировали с опасным бегемотом, однажды предложил им превратиться в гиппопотамов и нырнуть в Нил. Победит тот, кто сможет дольше задерживать дыхание. Конечно, Сет легко бы победил, но мать гора Исида пришла на помощь, вонзив в Сета медное копье. В конце концов, Гор был провозглашен победителем и законным наследником престола Египта. Вот почему большинство фараонов в истории Египта носят имя гора, и используют образ бога сокола почти в каждом сохранившемся произведении искусства. Разные облики гора Гор – одно из немногих божеств, точное происхождение которых известно. Он родился в городе Нехин, Иераконполис по-гречески, где в Древнем Царстве ему поклонялись как «гору из Нехина». Его культ быстро распространился по стране, и поэтому бог сокол появился во многих местах как местный бог под разными эпитетами и именами. Им был, например, Харимахит, гор на горизонте. Как детское божество, его обожали под именем Гарпократ, особенно в более поздние периоды. Гарпократа всегда изображают сосущим большой палец и с типичной прядью волос, которую носили только дети. Иногда он появлялся в детстве в сопровождении своей матери Сиды под именем Харсиосис, сына Сиды. Есть много изображений гора в виде старика в храме Комомба, недалеко от первого порога Нила. Имя, которое сопровождает картины и статуи, Хараэрис, гор старший, фигура мудрости и опыта. Наконец, во многих египетских городах богу соколу поклонялись как Харахте, гору горизонта, и тесно связанному с Ра, богом солнца. Позже обе фигуры слились в одну, Рахарахте, которая почти всегда изображалась в виде крылатого солнечного диска. Еще позже к многоликому богу было добавлено третье божество, что сделало его самым могущественным богом позднего периода, Рахарахтеатумом. Бог солнца Слово, от которого произошло имя гор, означает «высокий». В своей первоначальной форме он был известен как «владыка неба», предшествующий всем остальным богам. Соответственно, он должен был содержать и солнце, и луну. В некоторых письменных отчетах утверждалось, что звезда и спутник соответствуют правому и левому глазу гора соответственно. Замечено также, что луна не такая яркая, как солнце. И это объясняется в «спор гора и Сета», во время различных состязаний и стычек между богами Сет потерял яичко, а гору выкололи глаз. Вот почему один его глаз сияет ярче другого. Как сказано выше, когда гор слился с Ра, он стал известен как Рахарахте, утренний солнце. На большинстве изображений этого многоликого бога он изображен в антропоморфной форме с головой сокола и солнечным диском над головой. На одном редком гребне из слоновой кости, датируемом первой династией, изображена лодка с соколом над парой распростертых крыльев, подразумевая, что это была солнечная поверхность и что бог-сокол пересекал небо как бог солнца. Двух земель Когда Иннеада пожаловала гору царствования Осириса, он стал известен как Хорсомптус, гор-объединитель, ибо он должен был удерживать вместе обе части страны, Верхний Египет и Нижний Египет. Бог-сокол с радостью исполнил роль правителя объединенной земли, но в некоторых текстах, найденных в Комомба и Этфу, рассказывается другая история. Здесь у гора старшего есть сын Адхадхор, которого зовут Панептаве, владыка двух земель, и который отвечает за поддержание единства и мира во всей стране. Представление о том, что правящий царь был воплощением гора, возникло во времена Первой династии, в Нехен. Впоследствии, когда Верхний Египет и Нижний Египет были объединены царями Нехен, это представление стало принятой догмой. Доказательством этого является тот факт, что гору одинаково поклонялись и в Дельте, например, в Гагдюте, и в Верхнем Египте. В Этфу, например, было много церемоний в честь бога Сокола. Во время ежегодной коронации священного Сокола, проводимой в начале пятого месяца египетского календаря, был выбран реальный Сокол, который представлял гора как царя всего Египта. Ритуалы, проводимые во время этого важного праздника, символизировали объединение двух земель гором. Как защитник В обычной сказке, рассказанной в поздний период, говорится, что после убийства своего брата Осириса Сет отправился за вдовой и их сыном. Исида взяла младенца Гарпократа и сбежала в Дельту, где они спрятались посреди болотистой местности. Однажды утром Исида оставила ребенка гора без присмотра, а сама ушла искать еду. Когда она вернулась, гор был укушен ядовитой змеей и мучился. В отчаянии Исида начала плакать и призвала богов на помощь. Хатор и тот прибыли почти сразу на место, и тот, будучи богом медицины, быстро спас ребенка от верной смерти. В результате гор стал известен как ребенок, переживший смертельный укус. Особенно в поздний период у людей были Стелла Гара, переступающего через крокодилов и держащего опасных ядовитых животных для защиты. Они либо помещали эти Стеллы в определенное святилище, либо держали их в своих домах, чтобы получить защиту гора. Что символизирует глаз гора. Среди самых ранних источников египетских мифов имеются так называемые «тексты пирамид», относящиеся к позднему старому царству О.К. 2686-2181 год до н.э. Они не только содержат некоторые примитивные формы, спора гора и сета, но и объясняют происхождение О.К. гора, очень популярного амулета, использовавшегося для защиты. Египетское имя О.К. было Уаджет. В «текстах пирамид» Сет крадет О.К. гора и пытается уничтожить, проглотив его. Однако гор способен вернуть свой глаз и волшебным образом исцелиться. Не всегда рассказывается одними и теми же словами, но большинство источников сходятся во мнении, что именно тот наконец положил конец конфликту между гором и сетом. Кроме того, говорят, что он забрал поврежденный глаз. В книге «Мертвых», сборнике текстов Нового Царства, говорится, что сет атаковал глаз гора в образе гигантского черного кабана. Наконец, в «спорах гора и сета», именно Хатор восстанавливает О.К. гора с помощью магии и молока газели. Несмотря на различия в способах повествования, восстановление О.К. гора, кажется, называется «наполнением» глаза. Когда Хатор наполняла глазницу белым молоком газели, это напоминало Луну. И в более поздние времена этот процесс был связан с пребывающей Луной. История «наполнения» О.К. гора объясняет, почему впоследствии его стали рассматривать как совершенный символ исцеления и восполнения жизненной силы.